Приветствую господа! Сегодня разбираемся в двух бюджетных велосипедах, а точнее в двух бюджетных видах трансмиссий на этих велосипедах на примере велосипедов Aspect Ideal HD 29 и Nikkel 29 Один велосипед у нас трансмиссии 1х7, а второй 3х8 В прошлом году я занимался теоретическими изысканиями, очень тема вам зашла Много нового я о себе узнал, в комментариях под этим видео я еще много нового о себе открою Ну что ж, давайте проверять, что из этого интереснее, и заодно посмотрим на эти велосипеды поближе Погнали! Nikkel 29, что у нас тут? Естественно, алюминиевая рама с внутренней проводкой Трансмиссия вся Shimano, и тормоза тоже Shimano гидравлические То есть хороший велосипед начального уровня Верхняя часть велосипедов начального уровня Я прокатился, сложно мне было, конечно, на такой резине и просто в городе Тут такой нюанс с блокировкой, что когда вилка немножко вжата, блокировку не повернуть Надо, чтобы она отжалась Но вот все равно не поворачивается Вот когда велик стоял, у меня получилось Ну, во! Все, я врубил блокировку Это, конечно, это жестко, когда такая фигня происходит Потому что тебе блокировка когда нужна? На ходу Ты едешь там, ровный участок или еще что-то, тебе надо ее врубить А врубить ее не получается Единственное, что я понял, что мне выкатить всю эту трансмиссию Все передачное соотношение, самое злое, довольно сложно То есть еду на все деньги, а есть еще куда разгоняться Ну все, ребятки, я погнал Так, шестая Седьмая Восьмая Уверена Есть запас Запас от дохрена Это что значит, что когда я буду ехать вниз И захочу еще сильнее ускориться У меня как бы есть определенный запас Ну или если я был бы профессиональный педалер У меня бы это тоже получилось хорошо Поскольку это велики непрофессиональные Здесь геометрия чуть короче переднего треугольника Чем на более дорогих моделях Для того, чтобы покомфортнее было ехать И повыше руль Тут райзер Ну подъем как будто бы миллиметров 15-20 есть Ну комфортная действительно посадка Вот так вот просто в шмотках в обычных городских сел Да, поехал И пластиковые педали, которые тут в стоке стоят Позволяют это сделать без проблем То, что на мне сегодня нету шлема Это колоссальная ошибка Винюсь, извиняюсь Ну так получилось У этого велика Есть алюминиевый вынос литой Не очень широкий руль Опять же такой новичковый формат Хотя на найнерах обычно рули шире 3х8 трансмиссия Шамана Альту сзади Передний переключатель есть Тормоза Шамана гидравлика Двойные обода Тормоз на нижнем перее крепится Пост-маунт Который я не очень люблю Но концепция крепления на нижнем перее мне нравится Алюминиевые штаны шамановские Алюминиевый подсидел Ну короче у него все хорошо Кроме вот втулок Втулки мне не нравятся Это обычные втулки на шариках Хорошо что на алюминиевых корпусах Но как бы сам формат таких втулок Мне не близок Это не шамановские шарики Которые вроде как должны быть накатистыми Но как по мне бюджетные втулки на промах Стоят столько же сколько вот эти Или может быть там совсем чуть-чуть Незначительно дороже Было бы уже лучше намного Прям стильно намного Что касается остальной навески Вопросов никаких не имею Подсидельный штырь понятное дело Простой на одном болте Но я видел дорогие велосипеды С таким штырем Ничего такого Бывает Можно коническую рулевую поставить Тут вилка вся алюминиевая В том плане что нету сварных штанов Это тоже показатель хорошего велосипеда начального И есть простая блокировка То есть вкл-выкл Механическая Без масла И преднагрузка пружины Можно чуть-чуть ее пожестче сделать Но это такая чисто летняя вилка Она зимой работать не будет Вот поэтому это велосипед Весенний, летний, осенний Без зимней эксплуатации Зимой придется другую вилку встать Резина по Услике Парковые, кросс-контринные По городу едут не очень Но бывает и хуже Бывает и злее Протектор Он вообще в городе не едет Этот хотя бы как-то еще Куда-то едет Давайте посмотрим на второй велосипед Что у нас там Я тут ищу монетку Она не здесь Другой хват Микрошифт монетка Мне уже не нравится На никеле лучше монетка Привычней, понятней Тут прям реально неудобно Вообще неудобно Надо тянуться Так, блокировка Что у меня тут уже стоит Интересно, на этом велике Так же с блокировкой Да Надо чуть поддергивать Ну погнали Седьмая Ну на ровняке Я ее почти выкрутил Чуть-чуть у меня есть запас Небольшой Давайте, короче, еще разок Вдруг я не объективен Не объективен, а субъективен Какой хороший день Чтобы забить себе ноги На ровном Оба велика Последнюю передачу Не выкручивают То есть ты не начинаешь На холостом ходу ехать Все в порядке Но на этом велике Чувствуется, что еще чуть-чуть На спуске Особенно на сильном спуске Уже ускоряться не будешь Все, предел Короче, очень похожий велосипед Та же вилка Та же механическая блокировка Как будто бы тот же руль Тот же вынос Те же тормоза Шимана Тот же подсидельный штырь Коди Сидение такое же Про сидение, кстати, ничего не сказал Нормальное сидение, мягкое Те, кто боятся Жестких сидений Оценят А вот если кататься До хрена Может быть, кстати, оно и Пострадает Поромнется И может неэффективно работать Хотя Это, конечно, субъективная мысль Просто вот Чисто из опыта тактильного Я, естественно, тут могу ошибаться Хотя я никогда не ошибаюсь Ладно, не об этом речь Короче, он на Нарувайде О чем тут еще говорить? Ну тут, кстати, на раме Есть еще один нюанс То, что здесь Ис-тормоз То, что я одобряю Всячески И то, что этот Ис-тормоз Просто на дропауте Находится И это все Как бы говорит о том Что это более бюджетная модель И все такое прочее Но такой Ис-тормоз Как здесь На дропауте Он не сломает перо В отличие от Ис-тормоза Который переходит На верхнее перо Ну вот на подобного рода велосипеда Это все детали и нюансы Самое интересное Нарувайд Достаточно ли его здесь? Сама звезда Здесь, судя по всему Стальная Сзади 7 передач Здесь турней Сзади Ну это реально Более бюджетная модель Тоже втулки на шариках Двойные обода Точно такая же Резина Найнер И все остальное прочее Пластиковые педали Алюминиевые шатуны Провил Вот у меня еще К этим двум велосипедам Есть небольшой вопрос Почему крепление фляги-то одно? То есть Вот здесь вот оно На идеале Вот здесь же Оно на Никеле А на подсиделе нет Ну и даже если не предполагается Там две фляги Бывает такое, что сюда насос прикольно встает Я возил как-то насос и флягу Например на велосипеде Ну и там Кто-то действительно возит две фляги С одной стороны Я понимаю, что это такие Покатушечные базовые велосипеды Может это все необязательно Но это как-то Как такой, знаете Хороший тон Два крепления Минимум Фляг Снизу здесь тоже никаких креплений нет Вот такой вот нюансик Но речь все-таки о том Какая трансмиссия Больше позволяет Раскрыть велосипеды С апхилом Нет проблем ни у одного Естественно Потому что тут Не очень большая звезда спереди Такая же стандартная кассета На которой можно выбрать Себе легкую передачу Для подъема А вот что касается разгона Вот тут Гораздо интереснее Давайте уже Разберемся с этим На Идеале В общем С Нерувайдом Есть предел по ускорению На Никеле Что собственно Я уже в прошлом году говорил Предела по ускорению нет Монетка Микрошифт На идеале Мне не нравится Она реально Неудобная Человек, который ее придумал Не любит велосипеды И не любит велосипедистов Блокировка Которая Включается Только на выдернутом ходу Вилки Это полная хрень Это неудобно Я никогда С этим не сталкивался До этого Возможно так сейчас На всех вилках С механической блокировкой Но как бы Мне не нравится Как это работает Во всем остальном Реально два хороших велосипеда Между прочим Таких Ну для новичков Очень толковые велики Ну вот как бы нюансик С блокировкой Основной нюансик То есть это надо понимать Что ее нужно включать Заранее Желательно Когда велосипед стоит Потому что на ходу Выключить то ты ее выключишь А вот включить не включишь С непривычки Это у меня координация Нормальная на велосипеде Я могу что-то сделать Вот Тормоза Хорошо работают И там и тут Педали очень комфортные Ну вот Такие базовые велосипеды На базовых велосипедах Всегда есть компромиссы Всегда есть какие-то Недостатки Ну и естественно За За отсутствием недостатков Нужно не на название Велосипеда смотреть Идеал там Да А нужно как бы Смотреть на велосипеды Повыше Средний и выше среднего А это все-таки база Все ребят Большое спасибо за внимание Сравнивали еще раз 3 на 8 И 1 на 7 Аспект Идеал HD 29 И аспект Никель 29 С вами был Антоха Все полезные ссылки Информация Все в описании Пока